Друзья, всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelife.com.ua Перед вами модель под названием THL W100S Я уже рассматривал модель под названием W100 Это модель следующего поколения, следующей серии Китайцы немножко доработали свой девайс Обновили процессор, обновили вместе с ним графический чип И все это привело к улучшению модели Итак, давайте рассмотрим комплектацию и внешний вид Поставляется вот эта модель вот в такой вот коробке Опознавательным знаком W100S является вот этот вот логотипчик В комплекте вместе со смартфоном у нас поставляется оригинальный бампер Вот такой вот прозрачный Поставляется вот такой вот оригинальный чехол-книжка Чехол-книжка такого формата с бамперной основой Вот такой вот, то есть можно вот так вот смотреть фильмы потом Так, что здесь у нас еще есть? Есть пленка оригинальная, есть документация, гарнитура И само собой вот такая вот зарядка с USB кабелем Непосредственно сам смартфон Это 4,5 дюймовая модель Имеет спереди закаленное стекло, которое не царапается Вот эти вот все царапины, это сейчас у нас двойная пленка на экране Спереди у нас три сенсорных кнопки Меню домой-назад, сверху датчик приближения, датчик освещения, динамик и фронтальная камера С этой грани у нас качелька громкости С этого бока ничего нету Сверху у нас кнопка включения-выключения Разъем microUSB и разъем под наушники Снизу также нет ничего, кроме как открывашки вот этой вот крышки Под крышкой смартфон имеет вот такой вот вид Он работает с двумя симками, 8-мегапиксельная камера с интерполяцией до 13-ти Поддержка microSD-карт и слабенькая вспышечка Сам аккумулятор у нас, в принципе, такой, как и был Это 1800 мАч Как он будет работать, посмотрим чуть дальше По корпусу я не могу сказать каких-то таких негативов Да, корпус немножко потрескивает То есть, если его специально брать, крутить в руках То да, немножко есть такое Но нигде здесь никаких люфтов Нигде здесь никакого такого брака сборки Вы просто не найдете Модель мы продаем по цене в Украине где-то 175-180 долларов И после обновления на вот этот вот процессор Модель можно считать чуть ли не идеальной За свои деньги То есть, аналогов таких не придумаешь Итак, внешний вид комплектации вы посмотрели Давайте, конечно же, как всегда, перейдем к техническим характеристикам Сейчас уменьшу немножко яркость экрана Чтобы вам было комфортнее смотреть И переходим в Antutu Итак, основное отличие этой модели, этого смартфона 13-407-44 набирает в Antutu Стандартный показатель Это процессор Процессор у нас здесь MTK65-7082 4 ядра Частота 1,3 ГГц И графический ускоритель Это Mali-400 Видим, что разрешение 960 на 540 12,6 задняя камера основная Фронтальная камера здесь заявлена Тоже на 12,6, но это неправда Там где-то 2-3 мегапикселя Вот так вот, она без вспышки Без автофокуса, без ничего Естественно, здесь поддержка Multitouch Гигабайт оперативной памяти И 4 гига встроенных Сразу же говорю, что смартфон отлично работает с картами памяти Я ставлю на 16, это моя карточка В принципе, все игрушки, весь большой кэш Сразу же ставятся на эту память И все отлично записывается С этим вы не будете испытывать никаких в дальнейшем проблем Antutu Tester, количество точек касания Их здесь 5 Тут все четко, все без проблем И давайте сразу же протестим эту модель На наличие датчиков Скачаем эту программку через Play Market Заодно покажу вам, что эта программа Сразу же работает с заводской прошивкой Я имею в виду Play Market Устанавливаем Z-Device Test Установился Теперь смотрим, какие датчики есть Здесь есть рабочий Wi-Fi, Bluetooth, GPS Есть компас, есть датчик приближения, датчик освещения Есть очень средненькая вспышка И, собственно, больше ничего такого интересного нет Прошивка в этой модели 4.2 Android Сейчас я вам это продемонстрирую Каких-то таких отличительных особенностей в этой прошивке Я вам сказать не могу, потому что их просто-напросто нет Здесь все на русском языке Все стандартные настройки Самые стандартные 4.2 Android То есть настройки звука, экрана Все-все-все-все-все То есть при работе с памятью можно выбрать Диск для записи по умолчанию SD-карта И место установки тоже я выбираю SD-карта И потом он начинает с ними нормально работать Есть выпадающая менюшка То есть тут все настраивается Все без проблем Особо уделять этому внимания я не буду В принципе смартфон работает быстро, шустро Каких-то таких затупов Ну вот когда появляется рабочий стол Главный рабочий стол То немножко так подлагивает Но в принципе смартфон очень шустренький, быстренький Нареканий в этом плане нет Что касается экрана Экран здесь как всегда хорош Он хорош был и в W100 модели, и в этой модели также он хорош Здесь IPS матрица с 960 на 540 Запас яркости в принципе такой достаточный То есть и минимальный уровень яркости нормальный И околомаксимальный также Давайте также посмотрим несколько картинок Самых-самых разных Ярких Черный фон сразу же покажу вам Ну вот обращаю ваше внимание на то, что у меня выставлена сейчас максимальная яркость И черный фон отображается в принципе так, как он должен быть Нет никакого пересвета И матрица в принципе отрабатывает хорошо По моему мнению Белый цвет тоже вроде бы белый Без каких-либо оттенков Углы обзора То есть естественно здесь не OGS технология Но вы видите прекрасно, что матрица со своими задачами Как по мне справляется на отлично Идем дальше Конечно же работает Wi-Fi Bluetooth GPS Работает YouTube Работают, запускаются разнообразные фильмы в формате Full HD То есть со звуком тоже никаких проблем нет Вот я запускаю ролик формата Full HD Наши ролики, которые заливаются на YouTube Звук довольно-таки хороший, громкий, чистый Звук в наушниках Немножко мне не понравился Не хватает баса Ну как бы я слыхал в моделях и получше звук То есть ну такой средненький Тройка, четверка По производительности Я опять же напоминаю Основным отличием версии SW100S от W100 Является изменение процессора В предыдущей версии был MTK6589 В этой версии MTK6582 С другим графическим ускорителем С этим ускорителем в принципе смартфон работал Стал работать еще шустрее И мне в принципе очень нравится Как идут все современные игры Давайте смотреть их Все как всегда Asphalt 8 Максимальная Максимальная графика И давайте смотреть как играет эта игра Конечно за эти деньги Мне очень нравится Какой экран у этой модели Действительно Аналогов Не так много То есть если На предыдущем процессоре У этой модели Еще были Кое-какие недостатки Об этом чуть-чуть позже В выводах То в этой модели Я считаю Что такая Одна из самых сбалансированных Итак Смотрим как идет игрушка Смотрим как идет игрушка Ну да Так немножко подтупливает Дэнтриггер 2 Тоже Максимальные настройки Графики Какие только Возможно выставить На данной модели В данном телефоне Все в принципе Тоже супер Нравится мне эта игрушка Прикольно все сделано Очень классная графика Как для мобильных устройств Просто шикарная графика Я считаю И без каких-либо проблем Идет эта модель На устройствах любого класса Пойдем дальше Дальше посмотрим Что же эта модель Имеет в плане GPS И аккумулятора GPS отличный Ловит спутники Буквально за 10-20 секунд Первый старт Все старты я делаю Горячие То есть с предварительной Подготовкой Тот момент Который меня Очень порадовал Основным минусом W100 Было то Что был очень слабый Аккумулятор Видимо разработчик Тоже знал эту проблему И вплотную задумался Над этим И все исправил Та модель Которую я тестировал W100 Я тестировал не то Что там один аккумулятор Я тестировал Несколько аккумуляторов И тестировал Несколько моделей То есть там 100% Они держали очень плохо И в Antutu тестере Эти модели показывали Около там 300 баллов Это очень мало Это действительно Один из самых таких Плохих результатов Которые я только видел Обращаю ваше внимание На то Что данная модель Показала 589 баллов В Antutu тестере Далее я тестировал Фильм С максимальной яркостью Со 100% За 2 часа 20 минут У меня он разрядился На 33% Дальше Не было мне Удобно Тестировать И я решил Остановиться На вот этом вот результате Больше я не Не тестил Но в принципе И так понятно Что разработчик Поработал над этим И искоренил Самый основной Минус Предыдущей модели W100 Что касается Камеры Камера Здесь Также Хорошего уровня Она в принципе Удовлетворит Всех тех Людей Которые очень Требовательны Которые хотят Две камеры Основная камера Здесь Хорошего уровня Она Реальных 8 мегапикселей Но она Интерполирована До 13 В принципе Отличный автофокус У меня получались Хорошие снимки Макро То есть Все четко Качественно Мне очень понравилось Фронтальная камера Здесь Интерполирована До 12 Мегапикселей Как Antutu Нам показал Но на самом деле Она такая 2-3 мегапикселя Но в принципе Опять же Для видеозвонков Для связи С родными Близкими Этого всего Тоже будет достаточно Видео Снимает данная модель В формате Full HD Более подробно Фото Видео Выложу вам Чуть ниже описание Под данным роликом То есть Все как всегда Давайте подводить итог Китайцы хорошо поработали Обновили свой смартфон Назвали его TCL W100S Заменили процессор Вместе с процессором Автоматически Заменили графический чип Mali 400 Этот чип Он более адаптирован Для тех или иных Современных игр Потому что Раньше Больше устройств Выпускалось С этим графическим чипом Поэтому Совместимость С играми Данная модель Имеет лучше Каких-то Минусов По корпусу Ну корпус Я могу сказать Он на четверочку Дизайн мне не особо нравится Но опять же На любителя Отличный заводской комплект Чехол, книжка Бампер Камера За эти деньги Тоже шикарная Про разработчик Искоренил Основной минус Я если честно Не знаю За счет чего Ну скорее всего За счет того Что изменил он процессор Поставил Наверное Он более Энерго Не потребляющий То есть Он Экономный И таким образом Смартфон Начал работать С аккумулятором В плане автономности Так как он должен был В принципе Работать изначально Потому что Диагональ 4,5 дюйма Аккумулятор На 1800 мАч И в принципе Вот сейчас Я доволен результатом Этого результата Будет хватать На 2-3 дня Умеренного использования Поэтому сейчас На данный момент Вот с изменением Процессора И с искоренением Вот этой вот проблемы С аккумулятором Я считаю Что Тиэшель W100S Это одна из самых Сбалансированных Моделей За 175 За 180 Долларов В Украине В наличии Эта модель В принципе Имейте это ввиду Как бы Не видел я Эту модель В черном цвете Видел ее Только белую Но Как бы И на этом все Спасибо за внимание Ставьте лайки Кому понравилось Подписывайтесь на канал Заходите на наш сайт С вами был как всегда Александр Всего доброго вам